Привет, друзья! Я вернулся и в первую очередь хочу поблагодарить вас за то, что вы вернулись на канал, смотрите это видео. И как всегда, уже так традиция все-таки, я вам скажу, что вы увидите в этом видео. Во-первых, хочу поговорить немного про обратную связь. Раньше я размещал свой номер телефона для того, чтобы вы могли удобно заказать запчасти для своих Honda CR-V. Теперь же в описании под видео будет чат-бот. Почему это удобнее? Потому что, когда мы получаем очень много сообщений, успеваем ответить только, например, на 10% из этих сообщений, они теряются в списке, опускаются вниз и выглядят таким образом, как будто мы игнорируем. На самом деле нет, мы просто не успеваем обрабатывать все запросы. Поэтому, обращаясь в чат-бот, вы попадаете в CRM-систему, в которую удобно отвечать на сообщения. Если мы на них не ответили или не обработали ваш запрос, нам постоянно там колокольчик висит. И, в общем, таким образом мы обработаем его намного быстрее и лучше. Так что, спасибо, что обращаетесь в наш чат-бот. Теперь давайте по списочку. В этом видео мы покажем, как мы будем доделывать все доделки по Гонолулу. Короче, все доделки. Дальше покажу вам замену баллонника, подбор цвета краски на Гонолулу и на белую машину, как его уже называли, снежок. Также покажу и расскажу вам, дам некоторые советы в отношении установки электросидений с подогревом на CR-V5 в комплектации, которая не предусматривает электрорегулировки. Также поговорим о калибровке радара. То есть, раньше мы говорили о подборе радара, теперь будем заниматься тем, чтобы мы его самостоятельно смогли откалибровать. Я расскажу о том, какой приспособ нам нужен. Недавно в сторис, кстати, я писал об этом, не писал, а снимал видео. Также займемся нацеливанием радара. Софт, который нам нужен для нацеливания радара. И есть ли сервисный режим в магнитоле Honda CR-V. Но, для начала, перед тем, как мы перейдем к последним вопросам, начну с новостей. В прошлом видео я показывал о том, что проблема, с которой мы столкнулись, это был разломанный болотник в нашей Honda CR-V Гонолулу. Вот здесь на видео вы видите, что болотник уже стоит на своем месте. Все замазано типа как заводским герметиком. Выглядит красиво цивильно, как многие говорят. Вот, мы уварили вместе его с порогом, с вот этой вот нишей. И теперь это выглядит таким образом, прям как на заводе. Резинка встала, дверка закрывается, все классно. Осталось только заменить выхлоп, ну, и покрасить наши детали. Также хочу вам показать тот LX, который я показывал в прошлой серии в отношении того, что это был полный трэш. Да, я поставил его на колеса, он смог закатиться в гараж. И знаете, что я вам хочу сказать? Вот когда уже сняты крылья, снято все, Стоит очевидным, что машина заехала под что-то. И, например, правая стойка здесь пострадала более всего, а левая практически не получила никаких повреждений. И вот, когда мы сняли крылья, мы видим, что оба лонжерона у нас практически целы. Единственное, что правый стакан был поврежден и разорван блоком АБС. Вот, а так, в принципе, лонжероны ровные, балка ровная. Вот, а с левой стороны, то вообще прям красота, пострадала только электропроводка. На что я намекаю? Я намекаю на то, что когда вы покупаете машину в Америке, очень часто страховые компании разбирают машины, типа, снимая все поврежденные детали, чтобы она не выглядела настолько страшно, как может показаться на первый взгляд. Поэтому я стараюсь играть машины, которые действительно выглядят страшно. Потому что ты от них ничего не ожидаешь, а если получится хорошо, так это будет дополнительный бонус. Также в бонус я получил 4 абсолютно ровных двери и абсолютно идеальную крышку багажника. Ну, салоном пока мы еще не занимались, но я думаю, что он тоже в неплохом состоянии, нужно только почистить. Дальше про наш Honda Pilot случилась очень неприятная штука. Мы начали ехать, и у нас открылся капот и зарядил в лобовое. Лобовое пошло с трещиной, ну, неприятная штука. В сториз есть о том, как выглядит этот капот. Скажу вам так, в принципе, детали найти на Pilot возможно, потому что, ну, есть оригинальные, есть у нас подвязки на Honda Divers концентре. И нам организовали его за 6 тысяч гривен, все на все лобовое. Так что, в принципе, ну, потеря есть, но не настолько страшная, как она могла бы быть. Вот, в принципе, и все. А теперь давайте по порядку. Подбор краски. Итак, я уже говорил, что у нас краска приехала. Два свежих круассанчика. Показывай, Виталик. Так, это у нас бордовый металлик. Это нам отдельно, на один капот. Это у нас на гонолульский цвет. Темно-серый металлик. Ну, зарекомендовался я мастер, как тот, который... Как, который, что? Прям четко. Прям четкий. И вот белый. И вот этот наш белый цвет. Похож? Похож. Расскажи про белый цвет чуть немного больше. Белый цвет очень интересный. Потому что он идет в белый основа, база. И сверху закрывается ксераликом. Если посмотреть... Не знаю, камера передаст, передаст или нет. Вот это белый типа база. Вот это один цвет. Один и тот же цвет. Просто на одной детали есть ксералик. А, на другой. Вот этот. Здесь нету, потому что это проемы. Их не закрывает. Экономия. Чтоб дешевле было. Да, дешевле. Все. Мы можем покрасить снежок до конца. Можем докрасить бортовый капот и гонолулу. С бортовым капотом такая штука получилась, что когда... Ну, он вроде бы был целый, но его нагнуло таким... Как нагнуло его, Италий? Бананчиком. Покажи руками. Как бы вот так он, да? А он стал вот так. Вот так стал. Он вроде бы ровный внешне был. Но когда мы его собрали, поставили на машину, у нас он в зазор не стал. Так что нужно докрасить новый капот. На тебе за это. Круассанчик. Достань. Один, один мне. Свежий, еще горячий. Хорошо. Так, чувствую, все надо снимать. Это замена салона на Honda CR-V. С обычного на кожаный и с подогревом. Так. Тут темно у нас. Ну, в общем, нужно отключить и по проводку сначала. Вот. И в этом видео я расскажу... Ой, как тяжело это все откручивается. Короче, в этом видео я скажу о том, как поставить кожаные сидушки с регулировочками, со всеми, с подогревом, на машину, на которой не было электрорегулировок серии. Погнали. Так, теперь немного о снятии, а именно то, с чем вы обязательно столкнетесь, это снять трос, который откидывает сидушки. Он связан вот с лой ручкой. Ручку снимать не нужно. Вот, для начала достаете этот черненький фиксатор. Дальше добираетесь до вот такого фиксатора. Видите, там розовенькая защелка. Отверткой ее вынимаете. Я вынимаю. Вот. Выщелкнул. Так. И теперь трос спокойно ходит вперед-назад. То есть можно теперь эту фишку растянуть. Дальше. Нажимаете этот рычажок. У нас освобождается вот этот бочоночек. И просто под углом вытягиваем. Вот получается вот таким образом. Все, сидушка отсоединена. Ничего сложного. Так, хотел было продолжать записывать вам видео про установку салона. Там, в принципе, все просто. Откручиваем четыре болта. Ставим сидушку. Подключаем фишку, да. Но не просто все с подключением именно электрики. В общем, никто вам, наверное, не продаст салон вместе с фишкой, чтобы вы могли оттуда прокинуть уже проводку. Поэтому придется колхозить. Скажу так. Черные провода, которые выходят из сидушки, это все массы. Ну, естественно. И массу очень просто можно запитать вот прям в этом месте. Здесь есть место, где прикручены все массы. Прикручиваем их туда. А плюс аккуратненько улаживаем гофру. Прокладываем сюда. И нам нужно взять постоянный плюс. Постоянный плюс можно взять в этом месте. Здесь есть зелененькая фишка. Вот видите, выходит желтый провод. Вот этот желтый провод, это постоянный как бы плюс. Прокладываем сюда. Прокладываем сразу на ту сидушку. И таким образом вы можете подключить электрорегулировку. В этот раз я не подключал подогрев сидушек. Потому что он в системе был. Вот. Поэтому климат-контроль, ну, типа я блок управления климатом и сидушками не трогал. Но зачем я сейчас здесь и что сейчас я здесь планирую делать? Я планирую заменить аэрбэк на гонолубу. Вот. Для этого мне нужно снять аэрбэк с Техаса. Просто засовываем отверточку. И аэрбэк освобождается. Точно так же с другой стороны раз и аэрбэк выняли. Вот так вот он выглядит. Таких-то два датчика. Вот. Но на один первый патрон. В общем, в принципе, здесь все не сложно. Сейчас пойду за меню и будем пробовать разбираться. Вот так вот такие моргания показывают нам то, что радар нужно обучать. Я увидел еще одну штуку модную. В отношении того... Окей, окей. Оказывается, в этой магнитоле есть сервисное типа меню. Зажимаем две кнопки. Давай on. Audio и Brightness. Чё? И ничего. Ага. Просто тушит. На каких-то магнитолах, зажимая две кнопки, можно перейти типа в какой-то сервисный режим. Сервисный режим. Task Manager. Ну, видимо, на этой магнитоле такая штука не предусмотрена. Я видел на Ridgeline зажимают кнопку Brightness вверх, типа яркость, и кнопку аудио. И переходят в сервисный режим, через который можно настроить радар. Но здесь так у нас не выйдет, поэтому придется подключаться от диагностики. Давайте попробуем подключиться. Так, вот настройка MDX. И вот такая вот штука мне нужна. Она или алюминиевая, или металлическая. Состоит из трех треугольников. Ну, завернутых, так я понимаю, в середину как-то. Вот, в середине какой-то штырь, держится на штативе. Вот, и на эту штуку надо будет нацеливать радар. Я думаю, что, может быть, мы изготовим такой. Вот. Так что делаю, сделаю скриншот. Да, приблизительно. Чтобы понимать, какой его размер фактически. Вот. Какой значок MDX по отношению к этому. Ну, думаю, где-то... Ну, вот такой вот должен быть. Обязательно по размеру. Как на видео. В общем, надо ждать Виталика. В общем, дальше началась передача очемелой ручки. Из картона я изготовил штуку, на которую мы будем прицеливать наш радар. В середине. Но я не знаю, насколько правильно. Но я подумал, что если это алюминиевая штука, то фольга мне вполне подойдет для того, чтобы застелить. Потому что я не знаю точного размера, но один угол у меня 14, а в середину 10. То есть, вот такой вот, короче, получился у меня треугольничек. Для этого использовал фольгу, ножницы, сухой клей с куколками такой. Ну, и походу еще тоже замутил такую штуку. Спасибо уральским пельменям. Вот. Буду настраивать радар в этой штуке. Вот, чтобы... Что-что? Чтобы не повлияла шапочка вот моя, да. Чтобы не повлияли вот эти миллиметровые волны мне на мозг. Вот. Не поджарили. Игорь! Хорошо. Закрепить надо только подумать, как. Ну, я думаю, в принципе, дырочку отрезать. Вот здесь болт какой-то. Так, собрались великие умы. Будем настраивать радар на полипропиленовую трубу. Мы сейчас представим, что это у нас установка за 40 тысяч гривен для настройки радара. Вот. Мы его еще прикрутим саморезом. Но саморез должен быть специальный. Специальный саморез для настройки радара. Можно купить только у нас. Вот. Он должен быть испытан. Вот радиус нужно тут правильно выставить радиус. Все, да, правильно. Немножко туда-сюда. И уже ничего не получится. Вот. Он есть. Вот. Да, четко. Идеально. Хорошо. Идет настройка радара полным ходом. Это мы так отмеряем 5 метров от машины. Чтобы оно приблизительно на ровном месте стояло. Выглядит может смешно. Надеюсь, эффективно. В общем, наш супер прибор для регулировки радара работает. И машина видит цель и говорит, как нам надо настроиться. Минус 12 градусов. Куда-то надо. Так, угол отклонения в вертикальной плоскости. И угол отклонения в горизонтальной плоскости. 12,8 градусов. Нужно отрегулировать. И тогда нажать Enter. Ну, я не знаю, как это сделать. Точно. Надо будет. Она у нас получается и так, и вот так. В отклонении. Ну, логично. Если коротко. Мы решили не продешевить и собрать нормальную стойку для калибровки радара миллиметровых волн. Вот. То есть, все по-модному. Все правильно. Именно такого цвета правильную подобрали трубу. Диаметр. Все. Даже съездил на металлолом. Купил кусок алюминия. Смотрите. А знаете, все почему? Потому что мы берем. Берем пример с птиц. Птицы. Знаете, такие есть журавли. Они свои дома строят из говна и палок. Ну, вот так мы же. Только в этот раз. Из труб и пластинок. Я ничего не снял. Изготавливаем стенд. Виталик, ты будешь держать эту трубу в руках, понял? И приседать, типа. Я буду говорить тебе, отойди назад, присядь чуть-чуть. Да, да. Вот так вот. Чик-чик-чик. Не, ну это, скажи, это уже уровень. Ну да. Это уже не говно. Это профессиональный институт. Профессиональный, да. Смотри, а этот кронштейн, он будет держать у нас нашу цель. Нашу мишень. Вот эта мишень. Надо мишень нарисовать. Да. Огонь? Ну скажи, что огонь. Да. А вот колокс не лажет. Надо все депутать. Я их не надо. Еще одна кишечка. Еще одна кишечка. Так, пока эта брыжка стоит там, нужно заняться насущными вопросами. Тачка, щебень и черная машина. Я все-таки намерен восстановить ее, в смысле завести и перегнать своим ходом вот отсюда. Вот. И чуть сделать тут перестановку, потому что захламились мы здесь, конечно, нехило. В общем, я хочу подсыпать сейчас вот это место, чтобы здесь могли под навесом стоять машины, которые в работе и временно там чего-то ожидают. Вот. Таким образом можем стать более эффективными. Точнее, в тепле работать. Не на коленке, на земле и так далее. Вот. Так что я сейчас займусь тем, что поставлю ее. На колеса. Вот. Одна резина порванная здесь, я смотрю точно. Это вроде бы еще чуть-чуть держит. Задняя накачается. И это, ну не знаю, наверное, заменить придется. Ну и все-таки, наверное, заменю массу здесь. Поменяю аккумулятор. Посмотрю, какие повреждены именно у нас блоки. Может быть, все-таки выйдет завести и проехаться хотя бы этих 100 метров, чтобы не таскаться с тросом, я не знаю, шнурком. Я думаю, что двигателю от этого ничего не будет. Вот единственная, что непонятная ситуация с маслом. Главное, чтобы не был пробит поддон. Это самый важный вопрос. Ну и в коробке, чтобы было масло. Этот вопрос надо еще выяснить, кстати. Теперь время завершения. Значит, завести автомобиль нам CR-V5 этот не удалось, потому что зажигание включить у меня вышло. Я заменил вот этот вот датчик, клемму массы, и в принципе зажигание включил. Но пробег увидеть так и не смог, потому что блок АБС, который разбит у нас, как раз и хранит информацию о пробеге. Вот такая вот ерунда. Можно попробовать еще подключить со сканером, но думаю, что там тоже сканеру не удастся соединиться, поэтому затея гиблая. Теперь в отношении того, как мы смогли организовать свое место. Вот у нас проект Снежок. Стоит у меня на заднем фоне. Все-таки у нас получилось разорвнять площадку. Теперь это выглядит вот таким образом. Засыпали такой типа отсев и мучка, так называемый. Вот. И таким образом. Смотрите, что стоит вот здесь вот. Да, это тот прибор, на который мы собираемся нацеливать в будущем наш радар. Проблема в том, что у нас нигде нет абсолютно ровной площадки, на которой можно было бы разместить машину в плоскости 10-11 метров с проемом 3 метра. Приблизительно нам нужно, чтобы было... Для того, чтобы нацелить качественно радар. И ровная площадка для того, чтобы и машина, и стенд стоял ровно. А теперь чуть-чуть о его внешнем виде. Мы собираемся использовать вот такую вот канализационную трубу. У нас еще тут ничего не закреплено. Но выставим его по уровню. Вот таким образом сможем сделать вот этот алюминиевый прицел. И используем кронштейн крепления для трубы в качестве кронштейна для крепления нашего прицела. Когда здесь спланируем все по уровню, создадим так называемый Honda Box. Как он создается, это, наверное, уже в следующей серии вы увидите, потому что времени занимает много. А мы решили сосредоточиться на том, чтобы закончить все-таки техническую часть на Гонолулу. И построим его прямо здесь. Сейчас пока здесь отсев. Возможно, мы или бетон зальем, или, может быть, плитку тротуарную положим. Брукивка, так называемая у нас в Украине, так называете. Чтобы была ровненькая площадочка, чтобы мы могли здесь нацеливать радар. Потому что иногда бывают такие ситуации, что простой заменой отделаться не получается. Нужно все-таки его калибровать. Поэтому сделаем себе стандартное помещение под нацеливание радара. Окей, спасибо, что смотрели. Из-за того, что очень много разных событий происходит, буду выкладывать видео именно в таком формате. Много разных тем. Такое а-ля пупури. В котором буду выкладывать все подряд. Спасибо, что смотрели. Ставьте палец вверх. И до встречи в новом видео. Пока.